Значит, ну, так скажем, меня в гостях сегодня Наталья. Она является психологом. Ну и, Наташ, там столько у тебя этих, вот я их всех не могу запомнить, даже обучаясь... Чемодан. Рыгалий, чемодан, дипломов, сертификатов. Известный психолог. Ну, расскажи, по крайней мере, про себя, кто ты, что ты, как ты, чтобы люди знали, видели, не только те, которые сейчас смотрят, но и те, которые будут смотреть в записи, чтобы понимали, кто, зачем, ну, чтобы обращались к тебе тоже. Здесь, в общем-то, смысл вот всего нашего эфира. Наверное, чтобы люди узнали о тебе, о курсе и, в общем, приходили. Давай, пожалуйста, начинай, расскажи все, что ты считаешь нужным про себя, о себе. Немного. Я психолог, клинический психолог, теперь уже ученик шамана. То есть у меня базовое классическое образование, причем у меня их несколько, прям настоящее-настоящее образование, это не сертификаты там недельных курсов. Я клинический психолог, это психолог с медицинским уклоном, много занималась гипнозом у меня, много разных подтверждающих дипломов различных школ, американских и российских, и всяких разных. А теперь вот я решила попробовать шаманские практики. Ну и, наверное, сначала расскажу свой отзыв, да, Дмитрий, как прошло мое обучение у вас. А зачем вообще пришла? Зачем тебе это было? Ты классический вот, а тут... Ну, я уже давно в процессе своей работы пришла к тому, что есть что-то большее, нежели то, что дает обычная наука. А надо понимать, что корни этой психологии все равно идут из эзотерических практик, шаманизма, из каких-то там религиозных, но, опять же, шаманизм был древнее, да. То есть по факту психология стоит на плечах, или, скажем так, при тече ее были все-таки вот эти вот древние шаманские практики, да, назовем их там знахарские, шаманские, какие-то еще. И я поняла в процессе своей работы, что есть какие-то вещи, которые с точки зрения науки я объяснить не могу. И мне было... Мне нужны были еще инструменты, с помощью которых я могу этим пользоваться или работать, да. Хотя я не очень верю ни в какие там порчи, сглазы, подселения и все остальное, да, но практика показывает, что это есть. Если я не знаю китайского, то это не значит, что китайцев не существует, да, то же самое и здесь. Я поняла, что эти вещи есть, и это действительно все, что в фильмах показывают каких-то там... Там, конечно, это показано гротескно и очень сильно преувеличено, но в реальной жизни такое существует. И с этим сталкиваются и люди, и я сама. И я решила, ну, собственно говоря, Дмитрия притекла, чтобы получить еще один инструмент, погрузиться в эту тему глубже. Я уже изучала работу с энергиями. Ну, собственно, работа с энергиями – это работа с энергиями, это немножко другое, да. Меня интересовали именно вот ваши знания, как можно лечить, как можно избавлять от того, что людей мучает, да, то, что невозможно сделать гипнозом или психологическим практиком. Ну, собственно говоря, я нашла то, что хотела. Больше того, это, наверное, даже больше, чем я хотела, потому что с помощью ваших практик можно увидеть зарождающиеся болезни в организме, которые еще даже не проявились, да, или можно найти причину болезней. Ну, увидеть то, что увидеть, ну, увидеть, точнее, того, кто или что человека мучает, да, вот мы говорим про всякие там, ну, не знаю, это могут быть там какие-то подселения, опять же, да, какие-то энергоинформационные поражения. И, ну, достаточно большой, я, скажем так, открыла для себя достаточно большой пласт знаний, знаний, которые теперь можно применять. И я, кстати, тоже вот запускаю, ближайшее, сейчас я определяюсь с площадкой, запускаю свой курс. У меня курс по отношениям называется «Новая я. Жизнь после предательства или измены». И я обязательно включу эти знания уже в свою работу, потому что это не, ну, вот еще раз повторюсь, это помогает не только увидеть какие-то вещи, да, но даже можно увидеть заболевания, которые еще не проявились. Я считаю, что это очень полезно, потому что я сторонник превентивных мер. То есть лучше предупредить или, скажем так, поймать в зародыши, нежели потом уже лечить и таблетки горстями лопать. Вот, поэтому спасибо, Дмитрий, за обучение, за науку, за знания. Это было действительно очень полезно. Какие-то моменты пересекаются с психологией, да, но опять же повторюсь, я уже давно поняла, что психология корнями-то растет не из науки, а из древних знаний. Поэтому что-то было для меня очень понятное, близкое и знакомое. А что-то было действительно очень новое. Ну, и параллельно своих тараканов тоже немножко поправила, погоняла, познакомила со своими хранителями, духами. Это, ну, это важно. Научилась получать информацию еще одним способом. Ну, пока одним, я надеюсь, что еще откроются остальные. И, ну, это интересно. На самом деле это очень интересно, познавательно и глубоко. Это круто. Вот, это моя такая обратная связь по вашему курсу. Спасибо. Поэтому, да, команда замечательная, ребята. Даже больше, я бы сказала, даже больше, потому что, ну, понимание глубже пришло. Вот какое-то такое. Я шла, на самом деле, немножко со скептическим таким настроением, потому что, ну, я привыкла учиться у профессоров, да, такие важные, ну, там, условно говоря, дядьки. Это кафедры, это какие-то там крутые вузы. Это все там подтверждено дипломами и сертификатами. Это все научно доказано. Ну, то есть, я такой достаточно, наверное, склонный больше к науке человек. И думаю, ну, посмотрю. Ну, может быть, там что-то новое и узнаю, да. Но оказалось, что я узнала очень много нового, гораздо больше того, чем я ожидала. Это было здорово. Спасибо вам, Дмитрий. Как я, благодарю. Благодарю, да. Благодарю вас. Я рад, что оправдала ваши ожидания. Рад, что будете у себя использовать эти практики. И, в общем-то, очень рад был видеть, ну, и до сих пор мы еще пока как бы не расстаемся, да мы вообще не расстаемся, всегда можно написать. Но очень рад был видеть в команде и очень интересно наблюдать за вами, как вы все с одного состояния переходите в другое после практики шаманского погружения. Ну, а кроме погружения, вот по поводу шаманского дыхания, практики, которые я давал, вот мы вместе с группой дышали, вы же тоже можете ее у себя в работе. То есть чем-то тоже же можно, вернее, с помощью дыхания тоже можно открывать какие-то штуки и человеку показывать. Как вы, как психолог, что думаете по этому поводу? Ну, это, ну, я, честно говоря, пока, наверное, не умею вот так держать группу, да, дистанционно. Но это тоже очень, очень такой крутой опыт, причем такое сложно описать, это очень сложно словами-то описать. Это нужно именно прочувствовать, да, насколько меняется сознание, насколько, насколько вообще все по-другому, как-то все это и реально происходит. И очень ответы приходят очень быстро, какие-то озарения приходят, какие-то осознания, причем мгновенно. Как-то так это все, я это буду применять однозначно, но я хочу еще сама несколько раз попробовать это еще с вами в группе для того, чтобы, ну, скажем так, правильно это все потом делать. Потому что, ну, непростая такая работа, и надо это уметь правильно. Вот так, наверное. Понятно. Ну, да, надо тренироваться, чтобы перед группой не улететь, не убежать, потому что я же дышу вместе с группой, то есть я постоянно дышу, постоянно мы делаем одну и ту же практику. Я смотрю за всеми, кто выполняет ее. Отлично, благодарю. А расскажите, что за курс? У вас он для девочек, для мальчиков? Что будет? Что это такое? Вот по отношениям, по вашей психологии, то, может быть, я думаю, что многим здесь интересно будет, что за зверь. Ну, да, теперь он уже не только по психологии, как мы выяснили. Это курс именно для тех, кто находится в ситуации изменений, в состоянии либо развода, либо предательства. Да, это для женщин в основном курс. Могут, конечно, прийти и мужчины, но обычно мужчины меньше страдают, и у них немножко другая природа их страданий, скажем так. Поэтому это именно для женщин курс. Это для тех, кто хочет начать новую жизнь, потому что измены, предательства очень серьезно влияют на женскую психику. И не только на психику, но и на качество жизни. Огромное количество заболеваний после этого, неправильно пережитое, неправильно пережитое развод или предательство приводит к изменениям и в социальной, и в физической, и в психической жизни. И в такие ситуации очень важно правильно преодолеть это все, правильно пережить. И вот я как раз курс делаю именно для таких людей, для того, чтобы бережно, аккуратненько привести их в новую жизнь. Там, где уже не будет этой душевной боли, не будет страданий, более того, не будет, я думаю, что не будет и предательств больше, потому что это будет новое самоощущение и новое отношение к себе и к жизни. Ну или, по крайней мере, даже если они будут, то переживаться они будут уже совершенно другим способом. Вот. Ну вот, собственно говоря, приглашаю, приходите. И еще вот повторюсь, что я обязательно буду в курсе, используя Дмитрий, новое шаманское погружение, которому я научилась. И в котором мы можем увидеть то, что, ну, как действительно часто, очень часто приходят девчонки и говорят, там, на меня сглазили, приворожили мужа или что-то еще. И все это мы сейчас увидим в реальности. Я обещаю, что мы сразу, я им покажу, есть там что-то или нет, и они собственными глазами убедятся в том, что, ну, подтвердят либо опровергнут свои догадки, да. Вот. Поэтому это будет такой немножко уже получается, как правильно сказать-то, курс с уклоном древней знания в эзотерику, да, как сейчас модно. Понятно. Так что будет полезно, приходите. А курс будет длиться два месяца. Достаточное время для того, чтобы адаптировалась психика, для того, чтобы интегрировались все изменения, и для того, чтобы произошли, скажем так, все трансформации. Ну, я не буду сейчас подробно рассказывать, да, там форматы, все остальное, но таких курсов практически нет. То есть это очень, скажем так, редкий уникальный курс. Это не про, как это сейчас, не про личностный рост, не про как выйти замуж, да, таких на самом деле на рынке очень много. Это именно для тех, кто в боли, кто в травме, кому необходима помощь. Это, знаете, такая, это уже серьезная медицина, назовем это так, да, если перевести на язык там медицины. Это не просто к терапевту сходить или там бадики попить, да, это уже такая прям серьезная медицина. Но это действительно коренные изменения в жизни будут. Вот прям коренные, глобальные. Я считаю, что, в принципе, он будет полезен не только женщинам, с которыми произошло это уже, но и тем, у кого в семье есть сложности, недопонимания. И, может быть, даже тем, кто еще только собирается замуж, потому что умение себя правильно вести, умение правильно реагировать на события, умение защищать, оберегать свои семейные отношения, это очень важно в любой момент нашей жизни, да. И, в первую очередь, внутреннее самоощущение, свой стержень, своя ценность, правильно взросшенная, она всегда работает в плюс. То есть это залог счастливых семейных отношений, вне зависимости от того, в какой стадии вы сейчас находитесь. Вначале влюбленность, да, или там какой-то уже там, как говорят, приевшийся быт, да, или тогда уже, когда произошла какая-то серьезная травма в виде предательства. Вот, ну, Дмитрий, вам я не предлагаю, потому что вы не страдаете этим. Ну, а вообще, мальчики придут, мальчики, вот кто-то постучится, возьмете? На курс нет, лучше в индивидуальную терапию. Мальчики, на самом деле, гораздо быстрее излечиваются от этого, прям гораздо быстрее у вас, у мужчин психика устроена по-другому. И наши процессы, скажем так, несмотря на то, что вроде бы похожи, но на самом деле наши процессы идут диаметрально противоположные. То, что, скажем так, какие-то схожи. Но мужчине не обязательно ходить там два месяца и делать эти практики, и там, скажем так, перестраивать, потому что мужчине достаточно двух-трех сессий, и он может идти и жить счастливо. Ну, вам хватает, как ни странно. Ну, это мое субъективное мнение, конечно. Ну, либо для мужчин надо делать именно курс специфический, с уклоном именно в мужскую психологию. Я пока такого не делала, потому что у меня нет такого количества запросов. У меня все-таки, я больше женский психолог, и у меня больше женщин. Хотя мужчин тоже у меня очень много, но они как-то приходят больше с другими проблемами. Понятно. Ну, да, тогда давайте сделаем такой курс, и будем... Давайте сделаем какие-нибудь семинары общие по поводу восприятия семьи, ну, и партнера, так скажем, вами и нами. Это же тоже интересная тема, как мы воспринимаем вас, что нам важно в семейной жизни, и что вам важно, и как вы нас воспринимаете, чего вы от нас ждете. Собственно говоря. Любви, подарочков. Понятное дело. А что, говорит, взамен? Лебединая верность. Да, 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 да. Да, давайте, конечно. Я думаю, что это будет интересно. Я даю вот интересную штуку. Если хотите, то давайте как-то вот мы это вот все сформируем и сделаем совместно, как это будет называться, да, не знаю, как хотите назовем, там, мужчина, там, инструкция по эксплуатации, да, для всех. У вас же нет инструкции, как с нами взаимодействуют. Вы же не знаете этой фигни, которая, ну, достаточно проста. Мы же, конструкция достаточно простая в отношении, вот, если брать вашу женскую конструкцию, вы более сложная, у вас больше функций, кнопочек всяких разных ящичков, всяких замочков. У нас все гораздо проще. Но вам нужно знать хотя бы элементарно. То есть вы, Дмитрий, готовы поделиться секретами управления мужчинами? Конечно, да, да, да. Ну, взаимодействие управления, это вы уж сами решите, как управлять, а вот взаимодействие, инструкция по эксплуатации, я думаю, что будет, наверное, полезно и интересно. Напишите, кто здесь есть. Интересно будет это или неинтересно? Вот такая вот, как мы ее назовем-то? Не знаю даже, как ее назвать-то. Ну, мне нравится название инструкции по эксплуатации мужчинами. Ну, как это будет называться? Семинар как? Так, что это? Эфир. Эфир. Ну, давайте эфир, хорошо. Да. Пообщаемся в эфире в формате диалога. Вам интересно узнать, друзья мои. Вот напишите, кто здесь. Кто здесь? Есть тут кто-нибудь? Напишите, интересно или нет. Или вы и так в курсе событий, как мужичками управлять? Да. О, хорошо. Хорошо. Ну, значит, да, если, может быть, кто-то еще подтянется, значит, мы это дело сделаем. Сделаем тогда анонс. Ну, и, в общем-то, соберемся. Соберемся. Не знаю, где. Напишите. Тикток работает у кого-нибудь? Вот, по крайней мере, Инстаграм просел очень сильно. Ну, может быть, у кого-то Тикток работает, у кого-то не работает. Может быть, создать группу, кому это будет интересно, в Инсте, в Телеграм, и сделать там. Или же собраться в Зуме. Может быть, кому-то это будет интересно. Уж Зум нам точно никто не забанит, и мы спокойно перейдем в Зум, и там пообщаемся. Я думаю, надо сделать в сторизе опрос. И... Ну, хорошо, давайте так. И вывесим, назначим день, договоримся, назначим день, и разошлем всем ссылку приглашения в Зум. Да. Да. Ну, вот, сердечки пошли, ручеек и сердечек, значит, нас... Значит, нас слышат, и я надеюсь... Значит, тема актуальна. Да, тема актуальна, потому что вы много чего узнаете от, так скажем, первоисточников, как это все делается. Все гораздо не так, совсем-совсем. Не так, как вы себе это представляете. Вот, оказывается, там есть еще педали, и руль, и всякие ручечки, и кнопочки куда-то нажимать, и, в общем, это такая интересная... Настроечки, настроечки. Настроечки, да, 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 тонкие настроечки, так что, как говорится, хотите настроить эквалайзер, приходите, мы вам расскажем, как это сделать. Вот. Если у вас есть вопросы... Да, можно. Ну, можно писать вопросы, я думаю, что мы сделаем опрос, и можно еще под какие-то вопросы, девчонки, пусть пишут, и будем заранее знать уже, на что сделать, скажем так, упор. Ну, мальчонков мы тоже возьмем. Мальчонков мы тоже возьмем. Пусть они познают, может быть, они где-то найдут эти кнопочки, педальки у себя, не зная, что они есть. Они, оказывается, на самом деле у них тоже есть. Напишите, если есть какие-то вопросы к Наталье, как психологу, если есть вопросы по курсу по ее, если есть вопросы по курсу, которые я провожу, на котором сейчас Наталья обучается, это курс шаманского погружения. Пишите вопросы, если есть, мы попробуем, попытаемся ответить на ваши вопросы вот по этим темам. Если есть какие-то другие темы и другие вопросы, напишите, пока Инстаграм работает. Пока Инстаграм работает, мы будем общаться, если он не будет работать, мы будем все равно общаться всем врагам на зло в другом месте. То есть это все не проблематично и, по крайней мере, все закрыть, весь эфир, я думаю, что в наше время невозможно. Ни у кого это не получится. Ну, понятно, что у многих не работает, судя по количеству людей присутствующих, видно, что у многих не работает. Мне сегодня написали с Питера, что в Питере не работает Инстаграм, не работает ТикТок. Вот мне сегодня дочка написала, чего там у вас как, в общем, пишет, что ТикТок не работает, Инстаграм не работает. Ну, без VPN, мы уж не говорим про какие-то VPN-дрюхи, но вот просто тычнуть на иконку ничего не происходит. Ну, что поделать? Будем что-то придумывать. Перейдем в одноклассники, если что. Мы уже придумали, да. Ну, в одноклассниках там тоже, конечно, сложный контингент, но я надеюсь, мы найдем свой. Ну, что ж, Дмитрий, тогда мы повесим опрос и встретимся с вами в следующий раз в Zoom, наверное, да, и тогда мы уже пообщаемся более предметно именно на тему, как управлять мужчинами. Инструкция по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации. Да, вы можете сделать группу в Telegram, и мы туда сбросим ссылку на Zoom, мы и соберемся, и пообщаемся. Вот, я думаю, что это будет, наверное, правильно. Слушайте, кто уже на всех работает. Будем заниматься просвещением? Да, да, будем заниматься. Благодарю всех, кто был, присутствовал, смотрел, видел, писал, читал. Что еще? Наверное, все. Кому интересен курс, ближе к концу месяца будет набор. Если сейчас есть желание, можете писать, можно сейчас. Группа не больше шести человек. Треть группы уже я набрал. То есть, вот, смотрите, кому интересно, можете написать, и будем общаться по набору на следующий курс. Я думаю, что с апреля месяца начнем уже заниматься. Так что, если эта тема актуальна, если вы хотите получить новую профессию, помогать людям, есть такая профессия у меня, даю, она очень востребована ввиду вот всех событий, которые происходят. Те, кто что-то у себя чувствует, что-то снится, что-то слышит, видит и готов лечить, помогать, давать информацию, вытаскивать из неприятных ситуаций людей, то я вам дам новую профессию, и через два месяца вы будете готовы уже общаться и помогать людям, ну и, соответственно, честно помогая, честно зарабатывать. Поэтому, если есть желание перейти на другой, наверное, образ жизни, а это на самом деле другой образ жизни, то пишите мне, ссылки везде есть, пишите, будем общаться. Благодарю вас, Наталья. Очень, с моей стороны, очень рекомендую. Благодарю, благодарю. Ну и рекомендую Наталью Нкурсу, она еще интересно рассказала про отношения, всякие измены и прочие всякие штуки, которые происходят в семьях. Сходите, она грамотный психолог, и тем более сейчас еще у нее один инструмент, такой как шаманское погружение. Вот она вас тоже вытащит из этого, не знаю, как это, состояния, из этого морока, который постигает горе. Ну, в общем, вы не планировали, а тут вот. И, соответственно, это, как раньше говорили, большой облом Петрович приходит и начинает вам, вас начинает крутить, выкручивать, вам больно, нехорошо, вы перестаете кушать. И что, в общем-то, первый показатель того, что вы больны, вы заболели. Вот, ну, вот приходите к ней, она вас полечит. Курс тоже двухмесячный. Все остальное более подробно к Наталье. Ссылки на нее будут. Вот, я размещу эту штуку, можете переходить, писать ей. Думаю, что при желании мы ищем возможности. Поэтому возможности будут. Все, что сейчас мы здесь записали, наговорили, надеюсь, что записали, еще пока не проверял. Все будет в Одноклассниках, ВК, в моем канале Телеграм, даже на Фейсбук запихаю. Ну, в общем, вот, где дырка найдется, вы эту дырку откройте, она вот все там будет. Руку протягиваете, вытаскиваете и начинаете смотреть. Благодарю вас за эфир. Рада очень была вас видеть. Благодарим, Марина, благодарим. Мы тебя были рады видеть, видеть, видеть и читать. Все, друзья мои. Позвольте... Хорошего дня. Да, хорошего всем дня.